Добрый день, дорогие друзья! Очень рада вас всех снова видеть. Добро пожаловать ко мне на канал. Сердце бьется. Давно не снимала. В одном из своих прошлых видео я имела смелость упомянуть, что уборка в моем доме занимает 40 минут от силы. И посыпались сразу вопросы, почему, почему так быстро, какие ваши секреты, какими техниками вы пользуетесь. Раньше я, как и все нормальные люди, тратила по 2-3 часа на уборку и ежедневно, ну где-то по часу, по полтора, чтобы разобрать все вещи, убрать на места, там, кухню, комнату, прихожую и так далее. Потом в какой-то момент я прочла фразу, что чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Теперь, когда мы переехали в новую квартиру, я уже не прибираю, например, родительский дом или там другие съемные квартиры, как мы жили, например, в Балкарии. Здесь, будучи в своей собственной квартире, кто смотрит меня первый раз, мы вот недавно, недавно переехали, и у нас еще здесь ничего не организовано и так далее, есть только кухня и одна комната. И вот, будучи в своей собственной квартире, у меня появилась прекрасная возможность организовать хозяйство под себя. И первое, что я решила сделать, это прекратить убираться каждый день по полтора часа, да, потому что, а, у меня вообще нет никакого желания, это первая причина, я не люблю убираться. Второе, у меня совершенно нету на это времени, точнее, время есть, но я предпочту его тратить на другие дела. Ну и пункт номер три, это мои самоощущения, да, уборка каждый день заставляет меня думать, что я занимаюсь откровенной ерундой. Ну, конечно же, мы являемся причиной этого бардака. Бардака на кухне, это вообще я делаю, но неужели мне сложно убирать вещи на место, неужели мне сложно там дойти и открыть вот этот шкафчик и так далее. Но потом я поняла, что я делаю это неосознанно. Китайская народная мудрая пословица гласит «моешь чашку, думай о чашке». Но в нашей ситуации, в нашей семье, в наше время для нас это непозволительная роскошь, потому что, когда я хожу по квартире, я думаю совершенно не о том, какой предмет я держу в руке и где он должен находиться. Я, как вы уже знаете, у меня сто тысяч миллионов проектов и осенью я запускаю еще два. Я, например, тоже не хочу, чтобы мой муж Дима приходил с работы и вставал на минное поле, где я буду бежать, ай, на коврик не становись, он чистый, ботинки сюда, с этой стороны, слева-справа, не смей класть сумку. Вы поняли смысл. Ну и Лёвушка, конечно же, ему еще нет трех лет, а его в принципе порядок не заботит. Весь бардак, который мы творим, мы делаем это неосознанно. Могу я переделать себя? Конечно могу. Могу я включить новые привычки? Конечно могу. Но это потребует некоторого времени. А бардак у меня здесь и сейчас. И когда мне надоело убираться? Прямо сейчас. Поэтому я решу эту проблему на корню. Если мое неосознанное сознание, если мое неосознанное создание мусорит, надо делать так, чтобы оно клало в моменты своей неосознанности эти вещи на те места, которые моему сознанию в принципе полезны. Первый шаг на пути к чистому дому по морговскому методу уборки, это нужно дождаться, пока образуется жуткий бардак в той комнате, в которой вы собираетесь навести порядок раз и навсегда. Значит здесь лежит, как всегда, что-то непонятное, кошелек, куча таблеток, наушники, шнуры зарядки, чай, предметы, чтобы мыть кухню, ой, посуду, таблетки и обязательно какой-нибудь неразобранный пакет с продуктами. Так, бардака дождались, шаг второй. Подходим к каждому отрезку и задаем вопрос, почему здесь это лежит? Почему здесь лежат таблетки? Ответ, потому что их место вот там, это самый высокий шкафчик, то есть Лёвушка никак не может достать таблетки и поэтому я их тоже в принципе вот так легко достать не могу. Вот она и причина. Я осознанно беру таблетки, вот я их приняла допустим, и я неосознанно ставлю их сюда, потому что моя мысль уже куда-то убежала и так далее. Вот. И они те вещи, которые я постоянно принимаю, допустим, вот эти БАДы, вот эти вот витамины и магний. Теперь нам нужно организовать для этих предметов такое место, чтобы наше неосознанное я испытывала комфорт класть эти вещи туда, куда мы в принципе определили. Итак, ну давайте посмотрим. Моя задача пить таблетки три раза в день и не забывать об этом. Что я ещё делаю три раза в день? Ну, достаточно много раз в день я завариваю себе чай. Я работаю с домом, поэтому в принципе и вот я пью чай дома. Шкафчик, скрытый от моих глаз, самый доступный, это вот этот. Поэтому я складываю все таблетки вот сюда. Почему именно в этот шкафчик? Потому что здесь рядом вода и рядышком кружки можно сразу же запить и так далее. То есть вот я прибираю эти вещи вот сюда. Немножко неосторожно, потому что одной рукой. Всё. Далее, ну, конечно же, с чайными пакетиками я поступлю точно так же. Все зарядки должны храниться в другой комнате и, в принципе, да, там же и все шнуры. Но он выбрал это место неосознанно и он постоянно заряжает здесь телефоны на автомате. Я все зарядки определила. Ну, здесь уже места нет, в принципе, зато место есть вот здесь. Шаг четвёртый, самый главный. Через некоторое время мы должны вернуться к этим местам и посмотреть, сработала ли наша концепция или нет. Ну, допустим. В моём случае вот здесь постоянно собирался ещё больше бардак, потому что человек такое существо, что он продолжает мусорить там, где не сильно чисто. И здесь, ну, сейчас это выглядит, в принципе, нормально, но до этого тут накидывался весь хлам. Вот это, например, всё вот сюда попадало. Ну, в общем, это не работало. Чай, который создаёт ощущение бардака. Я переложила весь чай, который мы пьём в данный момент, вот в такой чайный домик. Кстати, он сделан на заказ моей бывшей ученицей. Вот, она делает вот такие вот классные вещи из декупажа. Далее. Таблетки. Я просто взяла вот такую вот красивую корзинку и все таблетки переместила туда. Это оказалось очень удобно и достаточно красиво. И, опять же, недоступно для ребёнка. Теперь мой шкафчик выглядит вот таким вот образом. Намного чище. И замусорить его не захочется, потому что человек такое существо, что не мусорит там, где чисто. И я, опять же, оставляю это, чтобы потом вернуться и понять, работает оно или нет. Вот эта история мне очень не нравится. Убрать. Все вещи гигиены я кладу в эту красивую чашку. И убираю туда, где мне будет легче всего их доставать. Ферри. Это не ферри, это мыло. Просто ферри у меня перелита уже сюда. То есть, вот она красивая такая бутылочка. Мам, спасибо тебе за эту бутылочку. Она мне очень нравится. Итак, когда мне нужно что-то помыть, я быстро открываю шкафчик, беру оттуда губку, делаю вот так, мою, мою, отжимаю и всё. Никакая мебель у меня здесь не пострадает, потому что все влажные предметы, они в принципе вот здесь. Следующий вариант. Тут, ну как и в том шкафчике, собиралось всё, что могло только собраться. Уже и новые батарейки, старые батарейки, и штатив маленький ручной. Ну в общем всё. Поэтому я купила вот такую вот корзинку. И храню здесь все те предметы, которые мне нужны для работы, для съёмок, прямо сейчас. Ну я их скручиваю красивенько, вот таким вот образом. Просто сейчас одной рукой я это не сделаю. И вот в принципе они у меня вот так стоят. Кстати, это всё переходный вариант. Мы ещё не покупали никакой декор и так далее. То есть всё, что вы здесь видите, это всё переходный вариант. Вот, но комфортный для жизни. И получается моя кухня теперь каждый день выглядит вот так, чистенько. Для меня очень круто срабатывает правило 5 секунд. Что это значит? Вот как только я нечаянно увидела пятно на микроволновке, например, от отпечатков пальцев, мне нужно тут же в течение вот первого времени, 5 секунд названных, его убрать. Для этого у меня везде, в каждой комнате есть специальное чистящее средство. Ну здесь, например, вот для стекла, зеркала и блестящих поверхностей. Почему? Потому что вот она промелькнула у меня мысль о пятно. И я тут же начинаю думать о работе, о других своих вещах и делах насущных. Всё это пятно останется там до следующего раза, пока я не буду делать влажную уборку. Поэтому я держу в каждой комнате чистящее средство, с тряпочкой обязательно, чтобы неосознанно увидела, тут же думая о работе, протёрла, ушла. Да, каждый день, получается, я этим занимаюсь. Но мне легче потратить 3 секунды и ноль мыслительной деятельности на это, чем выделить целый день, например, в субботу или воскресенье, когда мы должны отдыхать всей семьёй и заниматься приятными вещами, на то, чтобы убрать везде отпечатки пальцев. Поэтому у меня всегда блестящая кухня, всегда чистые окна. Потому что мне легче протирать их через день вот так вот просто и всё. Чем, например, потом тратить целый день, чтобы вымыть эти окна там вот с фейри, вот с этой пеной, с вознёй, с перчатками и так далее. Если поддерживать поверхности в чистоте, не будет нужды делать уборку так долго. Поэтому, да, моя вот такая вот прям конкретная влажная уборка длится 40 минут. Почему? Потому что дом и так чистый. Поэтому мне нужно просто пропылесосить, помыть пол и можно даже не вытирать пыль, потому что она уже, в принципе, вытерта. Только те места, до которых ещё руки не добрались. Полицы точки. Всё, это 40 минут в нашей небольшой квартире. 80 метров квадратных больше времени не нужно. Ещё раз повторю, что я не показывала вам, где должны храниться те или иные вещи. Я показывала вам концепцию и метод того, как подогнать пространство под нужды конкретной семьи конкретных людей, то есть вас, на примере своём собственном. Поэтому выкидывайте все вещи, которыми вы не пользуетесь. Ставьте самые часто используемые вещи в ближайшую доступность, а другие там повыше, подальше. Дождитесь, пока у вас организуется бардак, который вы накидали неосознанно. Задайте каждому предмету вопрос, почему ты здесь лежишь. Переместите место этого предмета туда, где вы чаще всего его кладёте. И организуйте, пальцев не хотела, шестой, организуйте это место таким образом, чтобы оно выглядело красиво, привлекательно и, главное, чисто. Тогда не будут нарастать маленькие рандомные предметики, случайные, вокруг этого места, создавая ещё больше бардак. И третье, седьмое, храните в каждой комнате по бутылочке с тряпочкой обязательно чистящего средства, чтобы вы как неосознанно увидели пятнышко на холодильнике, там, например, или на зеркале, так также неосознанно его и вытерли. И восьмое, не забывайте, что бардак — это всего лишь вещи, не забывайте, что чистота в доме — это важно, но это не главное. Если вы сегодня чувствуете так, чтобы вы лучше почитали книгу или насладились временем со своей семьёй, сделайте это. Ну, а потом, когда придёт время, уже можно будет всё убирать. Субтитры сделал DimaTorzok